Но начать наш сегодняшний разговор придётся с чрезвычайной ситуации в Норильске. В среду, как вы знаете, было дано соответствующее поручение. Сегодня прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте, главное, какие неотложные меры предпринимаются и предприняты уже, какие варианты решения подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии. Давайте начнём с этого. Слово Евгения Николаевича Зиничева, министра МЧС. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Вчера мы провели заседание оперативного штаба здесь, в Норильске, где было принято решение о тактике по ликвидации и чрезвычайной ситуации. Поскольку местность здесь труднодоступная, заболоченная, предполагается завести сюда герметические ёмкости, расставить по руслу реки для сбора нефтепродуктов и для дальнейшего вывоза и утилизации. На месте у нас работает, непосредственно на месте работает Морспасов, это агентство Росморречфлот, специальное произведение Газпромнефти, которое имеет опыт и оборудование такой работы, и Сибирский спасательный центр МЧС России. На месте создан также оборудованный лагерь, люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры, вертолетами будет завозиться всё необходимое, и материальные средства, и вплоть до питьевой воды. Что я хотел, что самое важное, событие, самоочрезвычайная ситуация локализована, локализована к 1 июня, были установлены боны, поэтому развития она не получает. Сейчас наша задача просто работать и собирать эти нефтепродукты. Значит, работаем, соблюдая все экологические нормы, контролируя это Росприроднадзор, вот как раз Светлана Геннадьевна с нами, она может подтвердить или что-то добавить. Доклад закончил, Владимир. Вы сами сказали, что эта местность трудодоступная, коммуникации нет, транспортная. И говорите, что далее предполагается вывоз и утилизация. Во-первых, возникает вопрос, как и когда будут увозить, первое. Второе, тоже по утилизации. Ведь предлагалось сжигать на месте, потом, я так понимаю, что возникли в этой связи какие-то, и не какие-то, а серьёзные вопросы. Итак. Владимир Владимирович, с точки зрения экологии, безусловно, сжигать нельзя. Что касается вывоза, поскольку ёмкости герметичные, предполагается всё собрать, складировать здесь до, скажем, тогда, когда будут оборудованы зимники, и вывезти, когда будет позволять, техника зайдёт и спокойно вывезет в места утилизации. А вот эти временные ёмкости, насколько они надёжны? И как вы их доставите? Они надёжны, они используют как ГСМ-хранилище, я знаю, что и Минобороны в том числе, полевые ГСМ-хранилища. Хорошо. Я вижу, там и руководитель региона рядом с вами находится. Пожалуйста, Александр Ильич. Работы ведутся на территории двух муниципальных оборудований, Норильска и Таймыра. Они оказывают общую организационную поддержку. В частности, первый полевой лагерь, первые палатки появились благодаря им. Кроме этого, здесь действует краевой отряд «Спасатель» и также продолжают работу, в том числе, наряду с Росприроднадзором, наши экологи, которые окажут также серьёзную, как мне кажется, помощь в понимании того, как затем ликвидировать экологические последствия происшедшего. В принципе, работы организованы уже достаточно хорошо. И хотел бы сказать, Владимир Владимирович, что многие крупные компании, включая Роснефть, действующие на территории Красноярского края, выражают намерение при необходимости добавить сюда сил и средств, если в этом будет нужда. Хорошо, спасибо. Светлана Геннадьевна Родионова, пожалуйста. Служба по надзору в сфере природопользования. Уважаемый Владимир Владимирович, учитывая то, что указанная авария и последующее попадание 15 тысяч тонн в водный объект является беспрецедентным по своему масштабу, нами локализованы сюда дополнительные силы, передошены в лаборатории. В ежедневном режиме мы участвуем в локализации последствий аварии. На сегодняшний момент каждый день мы берём пробы, взято более 50 проб. Мы фиксируем сейчас превышение в десятки тысяч раз. Собираются нефтепродукты. На сегодняшний момент собрано 150 кубов нефтепродуктов, но уже с завтрашнего дня с монтированием ёмкостей планируется собирать полторы тысячи ежедневно. И дальше все нефтепродукты должны быть перемещены, и утилизация должна быть проведена с применением доступных, наилучших технологий и наиболее экологически чистым методом. Вопросы сжигания мы не рассматриваем. Мы находимся в локтической зоне и считаем, что применение иных методов с использованием реагентов, биологической рекультивации, с использованием понижения класса опасности как нефтепродуктов, собранных с водной акваторией, так и с загрязнённого грунта, который мы также контролируем, его рекультивацию, будет, наверное, наиболее оптимальным территорией арктической зоны. На сегодняшний момент мы также проводим проверочные мероприятия и внеплановые проверки предприятия проводятся. 26 числа мы закончим эти проверочные мероприятия. По результатам будет принято решение, дана оценка действий компании, а также будет произведён расчёт ущерба нанесённой экосистемы. И этот расчёт может составить миллиарды рублей, и мы намерены жёстко контролировать поведение экосистемы в то состояние, в котором она должна быть, то есть в её первоначальной лице. Хорошо, спасибо. Я вижу рядом с вами и президент компании «Норильский никель» Владимир Владимирович Патанин. Владимир Владимирович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Владимир Владимирович. Компания отмобилизовала силы и средства по плану, который обозначил министр Евгений Николаевич. К нами заготовлено ёмкости на 16 тысяч тонн для сбора топлива, и из них 4,5 тысячи уже поставлено и монтируется сейчас на площадке. Кроме того, подготовлены складские помещения на более чем 100 тысяч тонн для сбора грунта, из которого на сегодняшний день собрано порядка 7 тысяч. Также идёт рекультивация участков примерно на площади 6,5 тысяч метров. Как справедливо было замечено, на нашу просьбу о помощи откликнулись, Владимир Владимирович, предприятия по всей стране. И мурманские спасатели, благодаря которым удалось достигнуть перелома в этой ситуации и поставить её под контроль. Коллеги из «Газпромнефти» здесь работают. Спасатели из сибирского центра МЧС. Мы действительно, как Светлана Геннадьевна упомянула, мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешёвые решения с экологической точки зрения. И профинансируем это полностью за счёт компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдёт. И мы восстановим это в том виде, о котором, опять же, Светлана Геннадьевна сказала. Экологическую систему вернём в нормальное состояние. Мы не только работаем над этим, но также взаимодействуем с экологическими организациями и с представителями коренных народов, проживающих здесь, для реализации ряда программ. В частности, увеличение популяции оленей. В частности, проект есть по выпуску мальков с целью поддержания популяции редких рыб. Как только ситуация нормализуется, мы приступим к реализации этой программы. Ну и не могу...